здравствуйте мои дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема томаты и то же самое что в предыдущей теме работа над ошибками чтоб этого больше не повторяли у меня в руках новинки они конечно относительно новинки потому что не всегда доходят семена вот тогда когда хотелось бы когда их уже оригинаторы выпустили когда они прошли испытания и вот они уже на прилавках нет конечно я о них слышу я их вижу там да в интернете но купить их было невозможно но сейчас такая возможность есть вот эти два томата новенькие это хит f1 и be bob f1 томаты очень красивые они вкусные они сладкие в кисти хит примерно 12 штук по 120 грамм выровненные чуть-чуть остроносенькие такие гладкие очень а be bob 16 штук в кисти представьте себе 7 кистей на растение до по 16 штук посчитали ведро правильно и не с одного квадратного метра как написано на пачке вычитать не умеете вы читаете ой 25 килограмм с квадратного метра а квадратный метр вы уже не дочитали и вы думаете с одного растения три ведра помидор невероятно много бывает но не очень редко я бы сказала эти томаты если с одного растения ведро значит на квадратном метре два с половиной растения два с половиной не более иначе им будет тесная площади питания дыхания освещение не хватит для каждого выращиваются все в один стебель естественно на том месте где раньше росли огурцы буду повторять вам это каждый день чтобы вы запомнили значит эти томаты не такие новенькие но они уже как бы до прошли сорта испытания и немножко их подделали оригинаторы биф-биф например раньше был просто биф а сейчас биф-биф то есть большой большой при большой это крупноплодные томаты и их вес до 300 грамм 220 300 грамм 300 грамм это же вот такая вот люля жена роз он всем знаком он всеми любим и как бы они дорого не стоили все равно те кто с ним познакомился лет уже наверное пять назад никогда мимо не пройдут и в теплице он займет достойное место все эти томаты тепличные почему тепличные а потому что индетерминантные то есть перевод прямой не имеющие ограничения в росте это значит будет тепло будет еда будет вода углекислый газ будет свет они будут расти бесконечно в этом и заключается вот самое хорошее качество индетерминантных томатов если вы их посеете в середине февраля и они у вас уже с плодиками будут высажены то есть они практически с 1 июня начнут плодоносить представьте себе этот урожай представили вот так же поведет себя космонавт волков очень хороший томат замечательный просто я хочу сказать что конечно нам хорошо говорить живя в такой географической зоне где и на улице томаты растут их вообще великое множество мы к ним вернемся в следующий раз но сейчас хочу сказать что северные районы они конечно обделены таким длинным летом как я считаю у нас вот здесь в красноярске таким длинным летом у них лето совсем короткое это два месяца а потом холод сначала холод потом тепло потом опять холод поэтому для них то и коротко многие помидоры тоже будут очень хороши у них срок созревания гораздо быстрее и хозяин или хозяйка могут получить и красные томаты с куста что куда важнее до огромного количества им тоже хочется томатов налитых солнышком они же вкусные очень я надеюсь что старые ошибки повторять не будем вы приготовили почву в теплице где будут расти томаты после огурцов я надеюсь что вы это сделали я надеюсь что вы раз в три-четыре года раскисляете почву под томаты они не любят кислого и выносят только нейтральный состав почвы надеюсь что вы внести туда все что положено и не будете пихать весной при посадке томатов в теплицу или в грунт в лунку зоолу суперфосфат и перегной нельзя в одну кучу смешивать кислоту щелочь еще и суперфосфат который практически не растворяется в воде это надо вообще там горячей воды налить на трое суток чтобы он как-то там отдал свой фосфор не делайте этого все соси не вносим перекапываем и ждем весны чтобы высадить полноценно переработанную бактериями раскисленную почву и так далее услышали меня ну дерзайте всех ваших любимцев которые вы приобретали в прошлом году полно за моей спиной целые километры томатов и каждый найдет для себя то что он хочет только помните о том что посев томатов должен быть своевременным если вот такого роста 60 сантиметров можно в марте посеять метр это уже конец февраля метр 20 это 20 числа а вот бесконечно растущие это середина февраля и это не обсуждается по крайней мере для меня всего вам доброго и до свидания а